МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши бабушки оставили нам огромное количество народных примет и поверий, связанных с детьми. Ну, например, ребенка до года нельзя показывать в зеркало, потому что он будет плохо говорить. Или воду из ванночки, где купают малыша, нельзя выливать до утра. Ну, мне кажется, все эти народные приметы и поверия с чем-то связаны, они почему-то были придуманы. Например, ребенка до месяца нельзя никому показывать. Мне кажется, это связано с тем, что действительно малыша не надо выносить в людные места, чтобы он общался с огромным количеством людей, особенно в сезон простуд. Поэтому сегодня мы с вами поговорим о простуде у грудничка. АПЛОДИСМЕНТЫ Когда простывает взрослый человек, ну, например, наш коллега или друг, мы абсолютно не волнуемся. Мы ему советуем попить больше жидкости, принять жаропонижающее, и все, никакой паники. Но вот когда заболевает малыш, вот такой маленький, которому всего лишь пару недель от роду, ну, вот тут начинается паника. Мы не знаем, что делать, как с этим справляться. Но у нас в студии опытные мамы, и они знают, почему простуда у грудничка опаснее, чем у взрослого человека. Ну, мне кажется, опаснее из-за того, что ребенок еще маленький, он не может сказать, что он плохо себя чувствует, что-то у него болит. И мы так можем пропустить симптомы, вот когда он только начинает заболевать, чтобы его быстренько начать лечить. Мне кажется, у маленьких детей также иммунитет маленький, и он не полностью еще сформировался, и ему приходится бороться еще. Тут вы абсолютно правы, потому что иммунитет ребенка немножко по-другому работает. Там другие механизмы, он еще не зрелый, он созревает, и действительно с этим может быть связано вот какие-то осложнения, и протекание заболеваний не так, как у взрослых. Самое сложное у грудничка, когда он простывает, у него закладывает нос, и это затрудняет кормление. Ведь материнское молоко – это для него и еда, и лекарства. Действительно так, и ученые доказали, что грудное молоко помогает ребенку, это такой внешний иммунитет для него. Так что паника мамочек абсолютно не напрасна. И самое печальное, что маленькие детки болели, болеют и будут болеть. Но детский доктор знает, как им помочь. Я приглашаю в студию замечательного педиатра Айболита в юбке Елену Нихай. Елена Нихай – врач-инфекционист 9-й городской детской поликлиники города Минска. Здравствуйте, Елена. Елена, уход за малышом практически стерилен. Там все гладится, все чистится, все моется. Так где же ребенок может подхватить эту инфекцию? Здравствуйте. Ну, давайте не будем забывать про самих мам, окружающих нас людей, которые являются, во-первых, сами носителями, переносчиками на себе, на одежде. Как вирусы, так и бактерии. То есть все равно окружающие могут принести эту заразу и заразить ребенка. А как вы относитесь к этому народному поверью, что до месяца нельзя устраивать «смотри на ребенку», нельзя его показывать? Есть в этом очень большой смысл, потому что на самом деле мы всегда даже рекомендуем мамам, что ребенок до года должен находиться в семье. Весь его такой маленький мир до года – это его ближайшие родственники. То есть это та, условно говоря, флора, среда, среда обитания, к которой он привык. И как бы новые люди приносят с собой новую флору, которая может тяжело сказаться. Не зря детский доктор настоятельно рекомендует не посещать людные места с маленькими детьми, особенно в сезон простуд. Давайте я вам напомню, как же развивается заболевание у маленьких детей. Чаще всего простуду или острое респираторное заболевание вызывают вирусы. Они попадают на слизистую, слизистая быстро воспаляется и отекает. Мокрота становится много, и она сложнее выводится. Становится густой и застаивается. В ней усиленно размножаются бактерии. Пока ротка и встахивает трубе, воспаление легко и быстро переносится на ушко, и возникает отит. А если бактерии начнут скапливаться в бронках, то легкие ребенка будут плохо вентилироваться, а значит, нарушается и кровообращение в них. Микробов станет много и может развиться пневмония. Елена, во что может вылиться банальная вирусная простуда? Мы боимся, что будут осложнения, такие как отит, пневмония. Бронхиолит. Бронхиолит. Это огромное количество осложнений, серьезных осложнений. У детей все происходит намного быстрее. Дети очень быстро обезвоживаются с поднятием температуры. Очень быстро у них пересыхает слизистая. Поэтому здесь нужно быть предельно внимательным. Предельно внимательным и настороженным. Но, как я уже говорил, ни в коем случае нельзя паниковать. Мы должны помнить, что вместе с материнским молоком ребенок получает и материнский иммунитет, что способствует, стимулирует, поддерживает иммунитет ребенка. То есть таким образом он легче переносит какие-то вирусы. То есть не дает таких тяжелых осложнений. Ну, как дополнительная защита для ребенка. То есть мама помимо того, что внутриутробно ему передает еще свои клеточки иммунной системы. Она его поддерживает. Она еще во время того, как она его кормит, тоже иммунитет свой в виде каких-то иммуноглобулинов, каких-то иммунных клеточек передает и помогает справляться со многими заболеваниями. Поэтому, уважаемые мамы, не забываем о том, что когда вы кормите ребенка грудью, не только вы получаете огромное удовольствие, ваш ребенок получает удовольствие. Ваш ребенок нормально питается, он еще и защищается таким образом. Не забывайте об этом. Вы смотрите программу «Детский доктор». Не переключайтесь. Смотрите далее. Раз-раз. Как слышно. Бусы из чеснока работают? Я скажу, они работают. Честно, вот зайти невозможно в комнату. У медсестры очень ловко. Она прям приходила. То есть вы думаете, что такое количество надо взять? Я думаю, немного надо. У мамы лучше получается. У мамы лучше получалось. Соседка капает сок каланхоя. Бабушка всегда клала горчичник. Ну, почему, когда заболевает ребенок, мы обращаемся ко всем, кроме детского доктора? И у вас есть замечательная возможность задать свои вопросы нашему эксперту. Какую температуру у грудничка уже нужно сбивать и как правильно ее сбивать? Если это ребенок совсем маленький, до 2-3 месяцев, уже температура 38 для него является опасной. А если это ребенок постарше, ну, может, например, 6-7-8 месяцев, рекомендуется сбивать температуру от 38,5 градусов. Но если вы замечаете, что ребенок становится слабый, вялый, как бы обмягший, либо у него когда-то уже ранее на высокую температуру наблюдались судороги, потеря сознания, тогда нужно сбивать тоже температуру уже с 38 градусов. Не забывайте о том, что с каждым поднятием на градус температуры тела растет и частота сердечных сокращений, растет частота дыхания, ребенок более обильно потеет, и он теряет влагу. У меня вопрос тогда к Елене. Вообще, педиатрам не рекомендуют допаивать детей, когда они находятся на естественном скармливании. Но вот в такой ситуации можно ли это делать? Нужно это делать, и нужно допаивать его желательно комнатной температурой водичкой для того, чтобы восполнить эти потери жидкости. Потому что когда ребенок теряет много жидкости, у него тяжелее протекает заболевание, усиливается его интоксикация. По чайной ложечке часто по чуть-чуть допаивать, чтобы тоже его сразу большим объемом не стимулировать, например, какую-нибудь рвоту, потому что ребенок ослаблен, ему не хочется ни пить, ни есть в этот момент. Понимаете, родители, вы даже сами заметите, когда ребенок температурит и не пьет, он температурит длительнее, с более высокими цифрами. Поэтому, ну, простой совет, элементарный, который поможет вам справиться с большой температурой. Еще вопросы. А какое жароподнижающее является эффективнее? Сироп или свечи? Если это маленький ребенок, грудничок, очень сложно влить в него этот сироп от температуры. Также иногда дети срыгивают, у них начинается рвота. В этом случае свечи очень хороший вариант, плюс их можно давать на ночь, от них более длительный эффект. Но если температура нарастает стремительно, то здесь лучше давать сироп, потому что сироп, он быстрее дает эффект, но менее продолжительный, чем свечи, например. Свечи всасываются дольше, соответственно, время их действия тоже дольше. Если мы хотим быстро добиться эффекта, то действительно мы даем сироп, это удобнее. Еще вопросы. Скажите, как правильно делать обтирание, чтобы сбить температуру? А мне интересно, чем вы обтирали бы ребенка и обтирали ли вы ребенка своего? Разводили уксус. На самом деле лучше всего детей обтирать простой водой, комнатной температуры. Ни в коем случае не надо использовать при этом водку, спирты, любые какие-то другие вещества, потому что детки поверхностью кожи очень быстро всасывают в себя вот эти вот вещества и иногда даже впадают в такое алкогольное опьянение. Они достаточно токсичны на самом деле для ребенка. Уважаемые родители, действительно, ничем кроме воды ребенка нельзя обтирать, особенно если это касается водки или спирта. Происходит резкое охлаждение тела ребенка, сосуды спазмируются, и мы, наоборот, повышаем температуру. Давайте все-таки еще раз вам напомню, чего нельзя делать, когда вы сбиваете температуру у ребенка. Если у малыша высокая температура, детский доктор советует забыть об уксусе и спирте. Эти вещества слишком токсичны для нежной и тонкой кожи грудничка, они могут вызвать отравление. Об обогревателе и теплых вещах. Они, наоборот, повысят и без того повышенную температуру ребенка, а обогреватель пересушит воздух, который, наоборот, надо увлажнять. О закрытых наглухо окнах температуру в помещении надо поддерживать не выше 22 градусов и необходимо регулярно проветривать. О купаниях. Прохладная вода может вызвать слишком резкий перепад температуры, вызвать судороги у грудничка. Вот такие простые правила, которые помогут вам не сделать плохо ребенку. Еще вопросы. Скажите, доктор, показан ли массаж, чтобы лучше отходила слизь? Или можно сделать просто компрессик? По поводу компрессиков. Мы же как-то обсуждали такую интересную тему и рассказывали о том, что иногда компрессики просто пересушивают эту слизь, которая у нас находится здесь. И если ребенок, например, ночью перед сном мы наложили ему компрессик, воздух в комнате еще достаточно сухой, потому что все стараются максимально безопасить ребенка, все плотненько закрыть. Таким образом возникает этот эффект изюминки, когда эта слизь у нас начинает разбухать, закрывать просвет голосовой щели. И таким образом такие сложные ситуации, как ларингоспазм, может возникнуть. Поэтому лучше делать массаж. Массаж ребенку не повредит, учитывая, что у деток грудные мышцы, они не так сильно развиты. Поэтому если ребенок уже не температурит, уже достаточно активно, у него остался вот этот остаточный кашель, массаж для грудничка, баночный массаж в том числе очень хорошо способствует отхождению слизи. Давайте не забывать о том, что все-таки должен прийти доктор вас послушать, определить то, что у вашего ребенка есть еще эта слизь в бронхах, ее нужно убирать каким-то образом. Ребенок сам не справляется, он плохо кашляет, тягает туда-сюда эту слизь. Тогда мы ему помогаем массажикам, ни в коем случае, ни в острые периоды заболевания. Когда поднимается высокая температура, мы сделаем только хуже. И спросите своего врача, как его делать. Это очень просто. Когда его делать, в каком количестве. Действительно, он иногда нужен и помогает нам. Еще вопросы? Хотела бы уточнить про памперсы. Наверное, больше даже для наших бабушек. Потому что они не знали, что это такое, и не очень положительно относятся. А тут, когда ребенок еще заболел, возникают вопросы, что у него и так температура, а ты еще ему памперсы одеваешь, ему еще жарче от этого. Действительно ли это так? Молодец, ваша бабушка, скажу. Абсолютно правильно. Потому что если ребенок температурит, вы создаете такой парниковый эффект. Потому что памперс покрывает около 30% тела ребенка. Ну треть, давайте представим. Вот досюда памперс, и отсюда он начинается. Это треть тела ребенка покрывает и не дает испаряться, не дает охлаждаться. Тепло ребенку. Таким образом температура как бы не то, что он не охлаждается, она еще и держится у него. Да вы просто разденьте ребенка, откройте эту форточку, подождите минут 20, и у ребенка уже не 39 температура, а 38, а ее уже сбивать не надо. Не забываем об этом. Еще вопросы? Бусы из чеснока работают? И что вы скажете о фитонцидах? Я скажу, они работают. Честно, вот зайти невозможно в комнату, когда они висят на ребенке. То есть отпугивающий эффект, он существует. Но эффективно ли это против вирусов? На самом деле, если ребенок находится в среде, где кто-то уже заболел, то здесь, конечно, бусы от чеснока, они никаким образом не помогут, кроме того, что создадут аромат вокруг. Если уж вы так хотите какие-то такие профилактические меры, можно использовать различные легенькие масла, например, которые с более приятным ароматом и тоже обладают таким легким бактериоцидным действием. Еще вопросы? Скажите, а как отличить простуду от прорезывания зубов? Мы должны понимать, что прорезывание зубов для ребенка – это тоже стресс. Ну, даже изначально внешне, как вы можете отличить, если у ребенка возраст такой, который подходит, то есть начиная с 4-5 месяцев, у него начинают прорезываться первые зубки. Ребенок становится капризным. Вы даже внешне можете видеть набухание на десенках, они становятся красненькие. Ребенок пытается что-то постоянно притянуть в рот, как-то погрызть, у него усиливается слюнистечение. Но при этом иногда бывают такие проявления, когда ребенок дает высокую температуру. Поэтому если повысилась температура, ребенок стал капризный, лучше всего сходить к педиатру, чтобы он оценил по всем критериям. Еще вопросы? Вот много споров в народе о поле в носик закапывать грудное молоко. Что вы думаете по этому поводу? Когда ребенок заболевает, у него и так в большом количестве продуцируется слизь в носу, она может застаиваться, а наверх вы еще капаете вот это грудное молоко, которое способствует размножению стафилококковой и стриптококковой инфекции. Поэтому я бы не стала рекомендовать мамочкам закапывать грудное молоко в носик, чтобы не вызвать осложнение. А я понимаю, откуда этот миф растет. Мы вам только что сказали, что в грудном молоке огромное количество иммунных клеточек, которые защищают нашего ребенка. Только, уважаемые, они же предназначены, эти клеточки, чтобы попадать внутрь, всасываться, а не действовать снаружи. А что такое молоко? Это питание. Это питание не только для ребенка, но и для бактерий, которые там развиваются. Поэтому что мы делаем? Мы кормим эти бактерии. Особенно слизь высохла, ребенок не может дышать, нос заложен, а мы еще и туда питательную среду. Но вот насморк у ребенка, нос закапывать чем-то надо, надо убирать эту слизь, ведь ребенок сам не может этого сделать еще, не может высморкаться. А для него носовое дыхание играет огромную роль. Особенно для того, чтобы нормально кушать, для того, чтобы нормально себя чувствовать, дышать, согревать этот воздух. Что же с этим делать? Разберемся чуть-чуть позже. Вы смотрите программу «Детский доктор». Не переключайте. Итак, носик малыша не дышит, ему сложно дышать и кушать. Что же с этим делать? У современных мамочек есть помощник, есть аспиратор. И я приглашаю сюда маму, которая нам расскажет, «Как же она чистила нос своему ребенку? Чем справлялась?» Здравствуйте, как вас зовут? Марина. А как малыша вашего зовут? Альберт. Ну, наверное, случалось, что у него были какие-то сопли? Ну, случалось, конечно. И как вы справлялись с этим? Ну, у нас есть респиратор такой. Аспиратор? Да. Чтобы такой в виде груши такой. Удобно было? Ну, не так, чтобы очень, но как-то чуть-чуть что-то там помогало. Что-то помогало. Что-то еще вы делали, что-то применяли? Ну, вот у меня, когда старшая дочка была, болела. Мы даже в больнице с ней лежали. Там нас учили ватные турундочки крутить. Турундочки. Это тоже аспиратор, но он не механический, а он электрический. Это современный прибор, который даже музыку проигрывает. Посмотрите, вот. Ух ты. Да, и отвлекает ребенка. Он достаточно безопасен, потому что вот эта насадочка очень мягкая. Он не сильно шумит. Может, попробуем вашему малышу? Попробуем. Попробуем. Вот так он сам берет, смотри. Ну, какая штучка. И аккуратненько засовываем. Подождите, в носик. Ну, и абсолютно не страшно. Сейчас слизи у ребенка нет, поэтому чем-то, что-то там делать мы не будем. Но малышу интересно. Я, как всегда, обращаю ваше внимание. Уважаемые родители, мы живем в современном мире. Вы же едете на автомобилях, вы пользуетесь лифтом, вы пользуетесь мобильным телефоном. И наш современный мир придумал огромное количество гаджетов, которые помогают вам лечить детей, ухаживать за ними. Вот вы можете же воспользоваться таким современным гаджетом, который абсолютно безопасен, у него мягенькая насадка, она не повредит вашему ребенку. Он бесшумен, да еще и музыку проигрывает. Замечательный прибор, мне кажется. Конечно, очень важно очищать носик у детей, для того, чтобы не скапливалась слизь и не было дополнительного очага для возникновения инфекции. Тем более ребенку будет легче дышать, он уже будет себя намного лучше чувствовать. Чтобы не образовывались там эти корочки, под которыми все-таки может развиваться бактериальная инфекция уже, а не вирусная. Ну вот вам доктор советовал, как вы говорите, в больнице это делать с помощью торундочек. И вы делали. Покажите нам способ. Как же все-таки... Ну не особо, конечно, у нас получалось. Вот всегда так говорят мамы, что у меня не получается, как получается у нашей медсестры. Вот у медсестры очень ловко, она прям приходила. То есть вы думаете, что такое количество надо взять? Я думаю, немного надо, потому что носик совсем маленький. А я вот так не думаю. Елена, покажите вы нам. Да, покажите, потому что я уже забыла. Я считаю, что торундочка должна быть достаточно плотной, это первое. И она должна быть достаточно широкой, чтобы засунув ее внутрь туда, смазав при этом вазелиновым стерильным маслом или смочив в воде, чтобы вы туда засунули и за собой потянули вот эту самую корку, вот эту самую слизь. Сначала так скручиваем, как я понимаю. Потом перекручиваем между собой. Между собой. И получается у нас такая плотненькая, достаточная турунда. Эта вата, она не поцарапает нос вашего малыша, не вызовет кровотечение. В интернете я нашел еще один интересный способ. Лайфхак, так скажем, с помощью ватных. Как не прочищать? Ватных дисков. Разрываем его на части, например, на две. И вот таким образом мы из него скручиваем достаточно легко турундочку. Видите? Просто ведь совсем. Вот она получилась. Не забывайте о том, что не должно оставаться в носу ребенка вот таких маленьких волосиков. Для этого мы смачиваем все-таки турунду или в азелиновом масле, или в водичке. Уважаемые телезрители, в нашей группе на Фейсбуке, во Вконтакте, в Одноклассниках. Да где угодно вы можете в интернете нас найти и нам рассказать, как вы это делаете. Поделитесь своим интересным способом. Спасибо вам огромное. Надеюсь, вы уже знаете, как крутить турунды. Присаживайтесь. И вам, Елена, спасибо огромное. Как всегда, очень интересно, достаточно просто для наших мам. Огромное спасибо. Ну а пока мы с вами крутили турундочку и решали, как же сбивать температуру малыша, наши дети и гости в студии переграли со всеми игрушками и не знают, что делать. Им пора уже и подвигаться. Поэтому приглашаем сюда эксперта по здоровому образу жизни Марину Панкову. Марина, давайте все-таки задействуем не только детей в этой студии. Давайте, может, пригласим папу и маму. Наверняка в каждой семье практически это теперь уже один из самых популярных спортивных тренажеров, который существует на сегодняшний день, есть фитбол. И вот мы его сегодня задействуем для того, чтобы совместить гимнастику и легкий массаж. На фитбольчик кладем нашего замечательного малыша. Вот. Хорошо. Лучше на пеленочку. Легонько покачиваем. Да. Придерживаем. У мамы лучше получается. У мамы лучше получалось. Да. Вам даю поверимушечку немножко. Посмотрите. Делаем так, чтобы его голова была чуть ниже, чем его ножки. И пока он занят тем, что он рассматривает игрушку, мы можем очень аккуратненько, спокойно постучать ему щепотью по спинке и сделать такой своеобразный небольшой массаж. Молодец. Хорошо. Отлично. Замечательно. То же самое мы можем сделать, если его посадить. И попрыгаем чуть-чуть на мячки. Во время подпрыгивания очень хорошо мы сжимаем минуя грудину ритмично в ритме подпрыгивания его бочка. Стимулируем, так сказать, дыхательную деятельность. Молодец. Умница. Ай, как тебе интересно. Интересно. И последнее упражнение, которое мы попытаемся с Альбертиком показать, это если мы попробуем лечь на спинку. Все. И нам нужно сделать поворотики в одну сторону и в другую. Да. Переставляем. Не даем. Но принцип в принципе понятен. Да, Альбертик, не упирайся. Молодец. Хорошо. Похоже, самое интересное упражнение для него будет те, которые в положении сидя. К сожалению, мы показали, может быть, не очень четко, поэтому я еще раз проговорю. Первое упражнение, если вашего ребенка мучил долго кашель, кладем на животик, на фитбол, чтобы голова была ниже ножек. Поглаживаем по спинке и постукиваем внизу на полу. Лучше всего разложить какие-то игрушки, либо яркие картинки, чтобы он был сосредоточен на этом. Следующее упражнение мы кладем его на спинку, разводим широко ручки и сводим ручки в одну и во вторую сторону, одновременно переворачивая ребенка на бочок, чтобы активизировать работу легких. И третье упражнение – это вот такие ритмичные подпрыгивания на фитболе. Вместе с этими подпрыгиваниями мы аккуратненько, минуя грудину, сжимаем его в бок, чтобы стимулировать именно легочную деятельность. Похоже, к концу нам понравилось. Спасибо огромное. Просто, ну я смотрю, без погремушки все-таки тут не обойтись, потому что хорошая игрушка, она всегда капризы уберет. Поэтому нашему маленькому гостю, который нам помогал, нашему герою маленькому, мы дарим такую замечательную игрушку-погремушку. Ну, я думаю, что ему это будет очень даже в тему. Держи. Ты был молодец сегодня большой. Ну, подарок самому маленькому нашему гостю мы уже вручили, но у нас есть дети постарше, а для них у меня есть сюрприз. Ребята, бегите, берите этот замечательный напиток. Это бифидин, который поможет вашему пищеварению. Он содержит большое количество бифидобактерий, которые способствуют пищеварению. Пейте, дети, бифидин. Будьте здоровы. Смотрите нас со вторника по пятницу на телеканале «Беларусь-1». А также ищите нас в сети интернет на YouTube-канале «Беларусь-1». Детский доктор – программа для взрослых о детском здоровье. Берегите своих детей, любите их. Редактор субтитров А.Лосева Гурт existentialists. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...